Всем здравствуйте! Данный ролик это ответы на вопросы к ролику про кухню, потому что их такое количество, что я поняла, что наверное проще уже один раз записать, рассказать, замерить и все остальное. Самый главный вопрос, сколько стоит кухня? Ну, во-первых, я правда уже не помню, потому что кухня покупалась в скопе. Кухня со столешницей, в эту же стоимость входили лампы, в эту же стоимость входила микроволновка, и выдернуть из этого стоимость кухни, как мне просят там отдельную кухню, отдельную столешницу, да не могу я это сделать, это во-первых. Во-вторых, кухня покупалась уже прошло 2,5 года, я думаю, что цены с этого момента тоже изменились. В-третьих, все зависит от региона. Ролик был о том, что смотрите и уделяйте внимание мелочам, потому что из мелочей вы сможете сделать что-то комфортное для себя, все люди разные. Одну и ту же кухню, одной и той же планировки. Из ЛДСП вы можете сделать комплект за 50 тысяч рублей, за МДФ в Эмали будет где-то около 100 и выше, опять же, в зависимости от комплектации. Если мы говорим о кухне из массива, ну, извините, там у всех запросы разные, ну, там уже будет 300. И, как бы, люди разные, запросы разные, и никто не говорит, делайте так же. О производителе, о производителе опять я не буду говорить, потому что как только я скажу, кто производитель, начнется, вот, это реклама, это не реклама, кому очень надо, и кто хочет именно такой гарнитур, ну, вы пишите, я всем отвечаю, абсолютно всем. Раковина и кран фирмы Бланко, это итальянская фирма, достаточно дорогая, раковина размеры 40 на 34, ее можно поставить и в столешницу 40 сантиметров, в том числе, она вполне влезет. Ну, единственное, что кран придется переставить куда-нибудь сюда, но вы можете уменьшить угол еще на 10 сантиметров с данной раковиной. Не обязательно брать Бланко, можно купить абсолютно другую, я думаю, что можно найти производителей именно в таких размерах. По поводу крана, кранам очень довольна, но опять-таки, если в Европе есть смысл покупать дорогие марки, потому что они дают гарантию 5 лет, в России это не совсем уместно, данная сантехника прослушат вам дольше, но европейцы не дают гарантию 5 лет на российский рынок. То есть это мы еще выясняли, когда покупали, то есть они говорят, да, но мы не можем дать, потому что приведите сначала свою воду в порядок в России до того уровня, в каком она находится в Европе, когда там можно из-под крана пить. Тогда мы будем давать на российский рынок гарантию 5 лет, пока никто не дает гарантии таких. То есть это все равно один год, что дешевый производитель, что дорогой. Следующий вопрос, который вообще самый частый, что же там под раковиной? Почему вы не показали под раковиной? Мне сразу вспоминается горлом, который говорил, что в его грязных карманцах. Ну вот примерно из этой же оперы, ну давайте же посмотрим, что там в грязных карманцах. А в грязных карманцах у нас мусор я специально не вынесла для тех, кто... Потому что, ну, всегда найдутся те, кто будут писать, ага, мусор вынесли! Ну, итак, начинаем с дальнего угла. Четырехступенчатый фильтр для воды, жидкость для мытья посуды, запасной сменный блок, там, картошка, лук в ящике, дальше пакетики и для посудомойки таблетки. Ну и бедро. Ну и как бы, неужели у кого-то по-другому? Поэтому, честно, я не видела смысла показывать, что же там под раковиной. Еще один самый популярный вопрос про фартук. Фартук – это вообще дешевая польская плитка для ванны, Энрика Крема. Вы приходите, когда в магазины, на рынке, у вас есть плитка для кухни, плитка для ванны, плитка там, не знаю, еще для чего-нибудь. Не зацикливайтесь. Если вам сказали, что это плитка для ванны, почему ее не рассмотреть как плитку для кухни? Или почему плитку для кухни не рассмотреть как декор какой-нибудь плитки для ванны и так далее? Понравилось? Смотрите. Мне как бы, когда я его увидела, у меня не было сомнений, что это оно, это то, что мне нужно. Очень много было вопросов про сенсорные лампы. Когда мы их устанавливали, в принципе, цена была очень завышена, но мы не смогли найти альтернативу. Спустя какое-то время после того, как мы это установили, у нас знакомому дома ставили сенсорные лампы, ставили российского производства. Ребята делают на заказ. Абсолютно ничем не хуже, но реально цена в 10 раз дешевле. Кто хочет сенсорную подсветку, поверьте мне, она по удобству того стоит, пишите, я контакты дам. Опять-таки, никакой рекламы, просто на собственном опыте. Следующий вопрос. Глубина верхних ящиков. Глубина верхних модулей 30 сантиметров. Самого модуля 32 с дверцей. Микроволновка встроенная. Естественно, старается в этот модуль. На любую микроволновку вы можете найти технические характеристики в интернете, где будут указаны замеры, размеры, схема встройки. Это все есть у любого производителя, у любой модели. Глубина нижних модулей. Я уже говорила в ролике, что он 50. 50 получается это вместе с столешницей, прям от угла. Если мы берем сам этот, получается 48. Немножко нависает козырек, чтобы прикрывать ручки. Вполне с данной раковиной можно уменьшить до 45 и даже до 40 сантиметров. Глубина цоколя 21 сантиметр. Вот так мы берем 48-47,5. И вот так вот 52. Если мы берем вот до этой части, то получается 38,5. Один из самых популярных вопросов, а почему у вас все техника Медея? Ну, во-первых, не все. Во-вторых, опять говорят, что я рекламирую. Я ничего не рекламирую. Чем-то довольна, чем-то недовольна. Почему Медея? Да просто так сложилось. Я уже рассказывала, много раз писала в комментариях. Комментариев миллион, естественно, не все все видят и повторяется. Получилось так, что прежде чем выбирать, я сомневалась, брать мне индукцию, не брать мне индукцию. И знакомый шеф сказал, пойдем ко мне на мастер-класс. У меня там стоят индукции, заодно попробуешь что-то такое, а поготовишь на ней. По спонсорам выступала Электролюкс. Именно как раз Электролюкс я хотела, потому что у нас до этого была плита АЕГ, это топовая линейка Электролюкса. И я подхожу, стою я, на соседней комфорке стоит мужчина. И у Электролюкса полная какая-то второй день всего после установки. Если случается какой-то глюк, мужчина на девятке вообще не закипает, а у меня на единичке просто кипит. Ну, то есть одна варочная поверхность, две соседних. Меня это тут же как-то смутило в Электролюксе. И нам предложили просто очень хорошую скидку на Медею, и мы в тот момент решили ее взять. Но при этом микроволновка у нас Симмонс, потому что у Медеи очень странные параметры для встройки. Именно параметры для встройки нужно тоже учитывать при планировке кухни на заказ. Поэтому мы отказались, мы взяли Симмонс, и точно так же я ей довольна. Очень много было вопросов про духовку. В ближайшее время обещала Константин вам в первую очередь, обещала, что сниму ролик про духовку. Как только появится сейчас время, обязательно сниму, подробно расскажу. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Часы. Вот как дотрагиваешься до панели, часы появляются, но проходит какое-то время, они уходят в спящий режим. И сделать так, чтобы они светились постоянно, это невозможно. Это действительно их глюк, глюк данной модели. И сначала это очень раздражало, потому что машинально ты постоянно смотришь сюда на часы. Но у нас есть микроволновка, здесь часы всегда горят. И я как-то уже вообще забыла о том, что часы здесь должны светиться. Но да, это своего рода неудобство, и я считаю, что это серьезный недочет. То есть обращались в фирму, они сказали, что пофиксить это никак нельзя, они уходят в спящий режим и все. И сделать так, чтобы они светились непрерывно невозможно. Еще куча вопросов было, а где у вас розетки? Все свои розетки вы должны запланировать заранее. Это первое, с чего вы должны начать планировку своей кухни. Подумать, где, для чего вам создать ваши розетки. Розетка для чайника спрятана за холодильником. Розетка для посудомойки спрятана под раковиной, рядом с фильтром. Розетка для микроволновки спрятана там тоже за фасадами. Также розетка для сенсорной подсветки. Для всего нужны розетки, и вы должны заранее запланировать, где у вас что будет. Про розетки многие забывают, потому что они не на виду. Это не контрастная какая-то история. И многие сначала планируют кухню, а потом уже вспоминают, что ему здесь розетки не хватает. Вот это, вот это. Начните с розеток. Вообще, в ближайшее время я попытаюсь собрать материалы и сделать ролик, чтобы объяснить, с чего же нужно начать, что первоочередное. И чтобы вы поэтапно могли сами сконструировать и создать свою идеальную кухню. Если кому-то что-то непонятно, остались вопросы, пишите. Я всегда отвечаю на комментарии. Рада буду помочить. Всем пока.